Так, ну что, захотелось снова поиграть в Ведьмака. В общем, это Ведьмак 3, издание года, что-то там, все два дополнения здесь есть. Кроме того, здесь установлен мод. Вот так называется Глост Мод. Честно скажу, играл в последний раз давно, несколько месяцев назад, и уже не помню описание мода. Но там что-то вроде того, что перерасчитаны формулы урона и так далее. Подробнее все описания, все интереснее, как бы сделано в крафте, в алхимии и так далее. То есть, все переработано. Играть сложнее. Я помню, как помирал там в пещере. Все, как бы, уже прошли игру раз десять, там. Ну, те, кто особо ярые поклонники. Я лично ее проходил четыре раза. Вот. И хочется, как бы, иногда просто зайти, побегать, побивать монстров. В поисках ведьмы, с которой у Цири случилась размолвка, Геральт встретил старую знакомую Кейру Метс. Чародейка рассказала ведьмаку о таинственном маге, в убежище которого могла скрываться Цирь. Ведьмак отправился туда в компании Кейру. Цири так и не попала к элькскому чародею. Зато туда добралась дикая охота, которая все еще опережала Геральт. Когда казалось, что все пропало, Кейра навела ведьмака на новый след. Она рассказала ему о ведьмах с кривоуховых Тоби. Так. В общем, вот. Ведьмачелла. Так. Что у меня тут собрано? И Грифон. И мечи Грифона. И всякие доспехи. Трофей Грифона. 5% сила так. Неплохо. Сумки какие-то. Выиграл в скачках, по-моему. Помню. Скакал на перегонке. Так. Всякие бутылки. Еда. Арбалет обычный. Ну, и мало всякого барахла. Вот. И зелий, и масел. Тут что-то уже улучшенное есть. Ну, сразу так скажу. Зелья, рецепты, масел, зелий, отваров падают в сундуках, когда вы ищете там по всей игре. И это все случайно происходит. Конечно. Всякие сокровища в этом моде падают. Не зайдешь в лачугу крестьянина и наберешь там алмазов себе, дреберитовых пластин. С которых можно крафтить там доспехи. Гроссмейтерские. Или отличные мастерские там. Здесь. Всякое барахло будет находиться. Всякие шкуры, сети, всякие весла сломанные. Хавчик. Важная составляющая, потому что если нет хавчика, нечем лечиться. Одной ласточкой не напьешься. Надо постоянно иметь хавчик. Ну, соответственно, книжки, какие-то записки, шкуры, весь этот хлам разбираются на компоненты. Орины и Флорины, они меняются на кроны. Вот эти вот. Основная валюта. А здесь уже, соответственно, кстати, сейчас вес в этом аддоне в ГУХОСТ МОД в оригинальной игре вот эти все вещи и для алхимии, для крафта, травы все они не имеют веса вообще. Ноль вес. То есть их можно носить миллион в своей сумке. Здесь они имеют вес, поэтому набрав какое-то количество надо скидывать в сундук. по-моему, я так и делал. Надо будет посмотреть сундук свой. Так, что тут алхимия? Ну, алхимия тут, алкоголь, что там, всякие мутагены. Это все понятно, это надо искать. Бомбы, вот, которые можно сделать, у меня здесь есть. Надо только компоненты. Вот эти два компонента и сделаю бомбу. Демеритова, если не ошибаюсь, она блокирует магию. Вот написано способности чудовища. 10 секунд. Неплохо. Еда. Так, для заданий какая-то приманка. Масла. Вот, надо будет сделать, поулучшать там. Кстати, можно будет сделать. Ну, и зелье, соответственно, что пьешь быстренько, и оно действует какие-то там 20-30 секунд. Отвары, конечно, это отдельная тема. Это выпиваешь, и там полчаса, там час действует. Вот, например, альгули. Адреналин вырабатывается быстрее, чем обычно до первой успешной атаки противника. Классная тема. Так, что тут? По заданиям. В каждой новой серии буду писать задания, которые выполнены по течению, по прохождению серии. Ну, сейчас не начало игры, не белый сад. Уже с белого сада мы вышли, и посмотреть, если пройденная миссия выполнена, выполнена. То тут видно Каэр Морхен, вот эти, сирене Крыжовника, аудиенция пройдена. И вот какие-то квесты в Велине проходил на ощупь, на помощь к Нижне. До Барона дошел, Кровавый Барон. Охота на Ведьму, это вот эту вот Кейру Мец найти, с ней потусоваться там. Эльбгардский связной, тут как раз Генбрик, замороженный в деревне, мы приходили. Так, происшествие в Белом саду, тут не помню, еще за какие-то бандиты. А, это когда уезжали с Белого сада, там побили бандитов, поубивали. Вести, это, соответственно, Грифон, Клак Ярости, тут уже Бардобой в Велине, Подбищенские гиены, защитить мужиков, там надо было от голей, опасный груз. Опасный груз, это вот мужик такой прикольный, трупы перевозит на телеге и говорит, не заразиться. Я помню, там квест этот заканчивается тем, что где-то встречаешь его в другом месте, он просит его убить. Если отказаться, он в гуле превращается. скачки, вот, соответственно, пошел в самосуд, сжечь, так, смерть в огне, комната цири, пошарились, там погребальные костры, сжечь, там, что-то вернуться к жересу, поубивал, жереса этого, и дураков рядом с ним. светильник, это с кейрой, по пещерам. Прохода нет, это надо было перейти через понтор и требовали грамотку. Там я как раз купил эту грамотку и что-то, в общем, где-то взял ее. Так, тут задания с белого сада. Там все несколько заданий, десяток там, все они выполнены. Ну и поиски сокровищ тут видно богатство, дорогая ошибка. И вот полностью комплект школы Грифона. Ну и все. Кроме того, что буду указывать задания, которые пройдены в серии, буду указывать еще количество денег, уровень, карты для гвинта и прогресс по собранным комплектам школ. Все школы буду собирать. Грифон, там, волк, кот, медведь и мантикора. Мантикора это вроде дополнение кровь и вино. Так, ну и что? По умениям. Посмотрим, что здесь. Так, ну вкачана у меня лакомка. Остановление здоровья после еды длится 5 минут. Неплохая штука. Так, сразу закинулся и на 5 минут восстановление здоровья нормальное. А то вообще никогда не восстанавливается прям беспонтово. Так, хоть немножко. Выброс адреналина на 5%, тоже неплохая штука. Повышенная сопротивляемость, порог передозировки с 70 до 100%. Ну и, соответственно, вся фишка зеленых умений в том, что увеличивает действие эликсира. эликсир там из зелия и отвары туда входит. То есть, время действия, допустим, та же ласточка там вешается, допустим, без зеленых навыков там на 12-15 секунд, на 10 там. А когда навыки вкачиваешь, закидываешь сюда, то она уже действует там на 20-30, ну и дольше. Так, ужас. Это все на то, чтобы масло мазать на меч вот против чудовища. Если намазал, то снижает урон от атак, на которых рассчитано масло на 25%. Это классная штука, учитывая то, что дополнение сложное. Приобретенная стойкость. вот это дает нам очки интоксикации за рецепты. За обычный рецепт, за улучшенный, за отличный. За все найденные рецепты дает именно очки интоксикации, которые указаны сейчас. Указаны здесь. Вот в рюкзак заходим, C нажимаем английский и тут указана вот она токсичность 176. Ну там отвары 80 или 70 единиц тратят токсичность. И зелья по 20, по 35, по 15. Но они как бы зелья спадают, токсичность, то есть она со временем пропадает, а отвар он держится постоянно. Тут соответственно всякие вот эти проценты, шансы, все указано, все что есть от сетов и еще от чего потом 38 бурус силе атаки, там получение адреналина 0,1 понятно. Так, что тут дальше? Освежающий напиток и закинул. Каждое выпитое изделие восстанавливает 15%. Ну, при полной прокачке 25 будет. То есть, пьешь бутылку пол-хп снесли, пьешь бутылку 25% и вообще неплохо. Обман это Аксей. Он, короче, нужен больше всего для диалогов. так тоже, может быть, пригождается в боях, чтобы затормозить противника. Считай, что ты его глушил, если там два, допустим, противника. А так в диалогах он очень нужен. Вот я уже второй уровень его прокачал. не скоро третий уровень понадобится, но будет в игре такие моменты, когда надо будет. Так, ну, здесь я взял из желтых навыков, они как бы общие. Если так просто рассмотреть каждый навык, что, ну, солнце, звезды, восстановление здоровья, так, ночью в бою, но это неплохо, оно все равно не решает вообще ничего. Дистинкт выживания 750 хп тоже это вообще ничего не решает. То есть, ну, не знаю, даже какой уровень сложности нужно, чтобы это что-то решало. То есть, это зависит от стиля игры. Ну, особо это вообще заметно не будет. Только уровень противников важен. Так, ну, техника школы кота, само собой. Каждый элемент легкого доспеха увеличивает шанс крит удара на 2,5. Если 4 элемента будет 10%, и силу крит удара на 7,5. Так, это 30%. неплохо. Школа грифона нам увеличивает мощь знаков и скорость восстановления энергии. Школа медведя здоровье увеличивает. Нанесенный ближним моим урон дает адреналин. Неплохо. Тоже 0,1. адреналин. А, целая единица адреналина это будет один из трех очков. Так, арбалетный глаз. Арбалеты наносят больше урона. Ну, это ерунда. Арбалетом мы всю игру не стреляем, так что это ерунда. Если что-то там изобретать, то это только пофанится. Управление гневом при наличии хотя бы одного очка адреналина оно будет использовано для наложения знака вместо если как сказать знаки используешь. В принципе можно такую штуку, но прям необязательно можно пропустить. Адреналин он когда накапливается вот эта красная полоска она увеличивает урон. Но одно очко накопилось на 10% урон выше. Что его тратить? Ну урон повышать тоже неплохо. Так, что тут выброс адреналина я взял почему? Потому что прирост а вот если энергии недостаточно действия в ближнем бою будут совершаться за счет адреналина о чем как раз и речь то что уклониться от кувыркнуться куда-то там за адреналин можно будет это кстати будет неплохо сосредоточенность так но это что-то с боевым трансом я уж не помню что при использовании знаков тоже вырабатывается адреналина самое главное контроль метаболизма может быть пригодится потом больше отваров пить 30 единиц ускорение метаболизма очки адреналина если они есть расходуются чтобы снизить уровень интоксикации от эликсиров никогда не пользовался но даже не знаю к чему это приведет есть лучшие навыки зеленые я думаю не стоит прям увлекаться умениями которые тратят адреналин так ну трюкач что тут дополнительно одним болтом ну и что продвинута пиротехника адреналин от бомб ну и зачем боевой безумие вместо своего обычного эффекта боевой транс увеличивает шанс критического удара на 10% за 1 очку адреналина вот вот я кстати о чем говорил но по-моему там очки они увеличивают как бы урон изначально урон именно урон на проценты сильная спина это взято для того чтобы если вдруг перегруз да мы не можем использовать быстрое перемещение в данном моде можем только на плотве скакать и то не галопом неплохая неплохая штука закинуть талант наполнение напоение силой квеста силы классная штука если прям какой-то знак очень бы большую пользу приносил а так они все весьма посредственные ну щит и щит огонь там отжигать что-то что горит ну так что там ловушка это призраков развоплощать что там еще аксии просто в диалогах использовать и что еще есть вроде все игни лакомка значит ну это классная штука так в пылу битвы эффекты от бомб и особых болтов не влияют на ведьмака так ну это типа свои не влияют свои бомбы тяжелая артиллерия урона наносимой бомбами возрастает на 200 процентов но число бомб в карманах уменьшается на 50 процентов может быть стоит когда-нибудь задуматься об этом но не сейчас так лучше атака нападения каждое защитное действие приносит очки адреналина блок контратака неплохо уклонение перекат активируется не чаще чем раз 5 секунд а ну редко активируется конечно если бы не было вот этой активации не было бы этого ВКД 5 секунд то была бы имбовая штука надо было бы ее брать так по зеленым тут ну соответственно что тут есть зелеварение ветка масло бомбы мутация испытания травами что мы берем обязательно вот это вот передозировка то есть до сотни проблем со здоровьем нет никаких клинки отравлены я пока не беру может и не буду брать вообще то есть ну там отравление кидается есть и масло соответствующее конечно верно рука прицеливание замедление времени при прицеливании так ну стойкость это берем потому что порог интоксикации вот эти вот циферки они нужны ясной смысле при нулевой ненулевой интоксикации время автоматически замедляется на 25% когда противник начинает контратаку неплохая штука наверное и там длительность будет если 3 качать полторы секунды ну это не так много освежающий напиток ужас это мы уже смотрели взрывное дело это мы не берем так ну отвары которые выпиты будут они увеличивают максимальный уровень здоровья если вкачать 5 то на 1000 ну это прям для стомоботов каких-то особо здесь это не нужно максимальный уровень здоровья если интоксикация превышает порог дозировки ну данная штука она используется если нет следующих таланов сейчас мы посмотрим отложены восстановления эффекты зелени исчезают пока уровень интоксикации не пойдет до 90 от максимума закрепитель вот эта штука очень нужна для открытия 4 очка важная штука потому что стойкость масла то есть не надо каждый раз намазать эти 20 зарядов эффективность увеличивает количество бомб в пачке на 5 бомб больше будет синергия увеличивает боду замутаген размещенные в ячейке на умении на 10% но это только увеличивает силу атаки когда будут мутагены хорошие а вот быстрый метаболизм это супер супер способность которая позволяет нам жрать пачками все зелья то есть выпил одно и за 2-3 секунды спадает вся интоксикация токсичность сокращается на 1 дни в секунду быстрее соответственно будет на 5 дни в секунду это вообще имба побочные эффекты 20% шанс активации эффекта случайно выбранного зелья причем без влияния на уровень интоксикации но может быть это и круто но бывает не в попад всякая ерунда пьется охотничий инстинкт если очки адреналина на максимуме критический урон по чудовищу для борьбы с которым предназначено масло увеличится на 20% вот это мощная штука там если 5 вкачать то на сотню будет кластерные бомбы ну бомбы разлетаются от одной бомбы там несколько будет разных осколков типа лететь и они как бомбы будут тоже логично взрываться мощная штука красиво выглядит интересно адаптация увеличивает время действиям мутаген отваров на 10% но это особо и не надо оно в самом низу находится если до сюда до сюда дойти оно такое уже долгое действие будет что этот навык просто не нужен мутаген мутаген и тем более по дефолту они полчаса висят этого более чем достаточно до следующей медитации там нет таких долгих боев убийственный кураж при интоксикации выше нуля каждый убитый противник увеличивает шанс критического удара 10% в течении боя не помню пользовался этой штукой или нет не помню так по знакам ну я уже объяснил знаки как бы такая штука есть и есть так арт вот я арт забыл который сбивает телекинетический заряд ударная волна грубо говоря ну увеличивает дальность ну и что ну и неплохо отметающий второй режим включается когда противники вокруг падают это давить надо кнопку чтобы второй режим запустился увеличивает шанс продолжительного нокаута на 5% ну ронять противников да неплохо шоковая волна наносит урон увеличивается с мощью знак текущий рон 98 распавлен доспех так это у нас игни урон нанесен игни уменьшает вражескую суммарную броню на 1 90 1 90% за попадание зависит от мощи знак 1 и 90 процентов или 1 и 9 процента максимально броня может быть снижена на 15 процентов оно значит на 1 и 9 понятно огненный поток это второй режим это как кастуешь огненный вот этот поток из руки направлен поток огня поджигающий противника 35 урона в секунду урон увеличится с мощью знака текущий урон 48 затрачивает 50 единиц энергии в секунду восстановление энергии в бою то есть все все знаки все прокачка синих талантов они увеличивают восстановление энергии а это для знаков очень важно так увеличивает урон огнем на 40 урон огненным потоком на 15 это повышение урона просто пироманьяк увеличивает шанс поджечь противника на 5 процентов дота когда противник противник горит самое сильное оружие именно если игни рассматривать но это опять же в оригинальной игре здесь вроде как все в разумных пределах нету такого чтобы противники помирали если их поджечь так магическая ловушка ирден длительность ловушки и турели турели это второй режим 100 дней с уроном неплохая штука был такой мод школа плотвей в которой уже изначально все вторые формы знаков были доступны но мод сам по себе считай что Dark Souls ну как и этот что-то там переработано что-то там все типа круто замечательно но играть запаришься тут более-менее такая золотая середина можно играть хоть я выбрал и самый сложный уровень самый насмерть уровень сложности но все-таки не сказать что это прям спасительная штука основное это мечи умение уклоняться но это как обычно но опять же Dark Souls это жесткий контроль вот этой энергии а здесь этой энергии как-то помягче то есть ну полу Dark Souls но опять же более казуальная игра если брать тех кто играет Dark Souls это уже ну легкотня так сказать заряженные глифы так увеличивает что-то там что-то там теряют противники внутри ловушки так щит если щит взрывается то отбрасывает урагон вроде бы использовал не помню уже при первых прохождении активный щит тоже один раз качал по-моему больше его не использовал ну стоишь ты с этим щитом с кругляшком с этим ничего особо такого нет а только что для мага для тех кто качает синие вот эти таланты полностью не качает ни зеленые ни красные они лечатся вот этим то есть восстанавливают себе здоровье вот 20% 25% это величины поглощенного урона соответственно там при трех будет 75% при трех навыках мощь квена ну это поглощаемый урон увеличивает разряд отражает урон ну 25% будет отражать обман соответственно опять же только этот навык для диалогов остальное марионетка это контролировать какого-то там монстра или человека там длинность соответственно длинность эффектов и уже на двух может противников действовать контроль ну и самое главное самое основное хлеб и соль ведьмака то есть это атаки атаки мечом быстрые атаки вот они улучшение атак точные удары шанс сила критической атаки вихрь самая лучшая способность во всей игре это вихрь расходует энергию адреналин наносит на 45% меньше урона получаемый во время атаки урона снижается на 10% это вообще неплохо будет если он будет на 50% снижаться при прокачанном вихре сковывающие удары быстрые атаки вызывают эффект кровотечения с вероятностью 5% тоже классная штука кровотечения никто не отменял это считает что такой разбой ну сила там все на силу получение того и того ну и разрыв соответственно мощная атака пробивающая блок и щит врага увеличивает урон на 5% и на 5% за каждое очко адреналином пропорционально затраченной энергии максимально 20% шанс критического удара увеличится на 10% хлипкое оружие снижает вражеское сопротивление урона на 5% мне кажется стоит качать и то и то потому что это очень мощные такие действенные таланты ну конечно в связке с зелеными потому что вот эти все зелья все они очень будут нужны пока что на данный момент 13 уровень у нас очков мало очень по местам силы я не бегал по моему вообще ну только что в этом белом саду собрался и все сколько там их 6 было что ли просто все знаки вопроса проверить и все дальше отражение стрел не обязательно это никаких проблем с этим нет уклоняться легко можно и не знаю легкость ног безопасное угловое расстояние клик у нее на 10 градусов так ну я думаю важная штука что уклоняешься ближе к противнику под более острым углом и он тебе урона особо не наносит или вообще промахивается контратака успешная контратака увеличивает силу следующей атаки на 33% потом будет на 100 хорошая штука мне кажется смертельная точность каждый очк адреналина дает 1% шанса убить противника на месте не влияет на вихрь вот это печально не помню было ли в оригинале это так что у нас тут работа с арбалетом но это все ерунда опять же это особо не надо просто адреналин арбалета зачем сковывающий выстрел все это не нужно ну можно в принципе это понятно что можно этим играть можно взять арбалетом все раскачаться навыки понакидать сюда и что-то там стрелять бегать но опять же вся игра на мечах лишительность получив урон вот это важная штука кстати при полной прокачке мы не теряем адреналина вообще важная штука очень чтобы адреналин сохранялся бессмертия когда здоровье падает до нуля очки адреналина поглощаются предотвращаясь смертью и дает неуязвимость и ускоренное восстановление здоровья на 5 секунд восстанавливает 5 процентов здоровья за каждую очку адреналина максимально 15 процентов срабатывает не чаще чем раз в минуту важная штука если неохота помирать конечно мгновенно дает 1 очку адреналина в начале боли выработка адреналина при ударах мечом увеличится на 5 процентов неплохая штука по-моему по-моему я ее брал даже не помню река гнева тут что-то со знаками при наложении знака используют 3 очка адреналина если не есть это повышает знак до максимального уровня открывая все бонусы и увеличивает мощь знака на 25 процентов неплохая штука там не знаю но по-моему я ей не пользовался опять же адреналин лучше всего держать просто полным чтобы наносить максимальный урок ну че тут особо нечего больше разбирать умения посмотрели задания посмотрели карты давайте по карте посмотрим тут велен где-то я здесь тусовался где-то бегал вот здесь место силы это в пещере кстати это вот сверху где-то на полях вот это вопрос вот тут я что-то шарился и тут все вопросы остались так тут я просто ездил если не ошибаюсь открывал дорогу тут бандиты какие-то в Аксенфурт я заезжал а вот сюда в Новиград я не заезжал ну вот и остается у нас куча вопросов именно по вот этой части здесь я что-то начинал там бандитов убивать где-то сокровища искать вот она Кейра вроде как тусуется или это не она или вот вот здесь она а здесь этот как его зовут или тут Кейра а тут где-то мать его как с козой которая едет как же его зовут ворожей ема вот ну и что чтобы проходить все офигенно это самый первый принцип это все собирать чтобы если хочется скрафтить все там да все доспехи это все собирать шариться по вот этим тупым вопросам это все понятно второе выполнять задания да это нужно как можно больше исследовать мир и натыкаться на эти задания то есть все это находить грубо говоря везде прогуливаться и читать в первую очередь как только заходишь в какой-то город вот эти желтые доски когда их читаешь открываются вопросы прочитал вопросы вокруг появились и там соответственно задания всякие это самое основное вот все что тут пройдено что как бы это грубо говоря начало игры только я здесь пошарился за доспехами вот тут что-то было там не помню так последний бастион сторожевая башня вот там были какие-то сокровища этого грифона школы грифона я комплект себе собрал но на 11 уровень что уже 13 второй второе улучшение вроде как с 14 точно не помню вот ну и по гвинту по деньгам в принципе понятно это барахло продавать там по гвинту это в каждой деревне в каждом вот этом вот месте надо смотреть на торговцев сейчас где они вот такие вот значки да броник точилось что там типа мастер там продавец купец там продавец спонсер там и так далее вот такие вот дураки с мешочками там всякие кузнецы со всеми ими надо играть и тогда выбрать можно все карты ну это соответственно кому надо там коллекционировать я буду собирать есть вот такая херня чудесный путеводитель по гвинту это в новом дополнении что вот последнем кровь и вино когда выпустили стали давать такую книгу в начале вот этот же пацан который в гвинт приглашал сыграть здесь указано именно по зонам в елени 29 в игре 30 32 скеллиги 28 в изиме одна кальморхене одна вот именно карты которые можно выиграть у игроков не отличающиеся особенно известностью или мастерством 46 это наверное купцы всякие можно будет даже проверять если выигрывать хозяйки леса это проверим людей жизнь христиана и зельдор ну а по камням по вот этой всей фигне что вставляешь в камни в оружие в доспехи это вообще все пофиг то есть ты вставляешь нашел камень какой-то заморозка я вот вставляю люблю заморозку вставлять чик вставил это вообще никакой роли не сыграет потому что доспехи будешь менять постоянно там особо не знаю ничего не дает самое крутое в этом андоне что так что тут ну книги персонажей ремесло это все можно смотреть там что для крафта нужно там такие рецепты известные типа книги это это именно что найдено это можно все заказы читать записки а тут просто книги для заданий и просто книги вон они пошли все вот сколько много хотя нет и задания все есть книги как-то не сортированы странно все это можно читать персонажи вот про персонажа можно прочитать вон сколько открытой только начало игры скин идем цирилла рис обалдеть так че открыла обучение но это особо не надо каких-то прям новичков ну лошадь и лошадь ну и что там село сегла там какую букву где нажимать ну и все это уж прям ну и бестиарий соответственно чем здесь отличается тем что вот эти все были категории да местии не бестии там тут отличается тем что бестия открываешь бестия это животные собака медведь волк а счет убитых такая штука интересная вот здесь показано сколько убито тех или иных дураков всяких вот гуманоиды да 123 человека записил просто зарезал уничтожил раскромсал собак 32 штуки ничего себе волков 30 медведей 5 штук завалил воин дикий охота это короче был этот нейтральный пещер из керрика доходили с топором мужик доспехов гончая дикая охота 22 штуки завалил накер 15 утопец 51 нилет 7 гуль 73 водная баба 2 туманик 4 вот они не бесили кстати они в этом в подземелье встречались сдыхал от них штук 10 раз 10 наверное сложно было призраки часто встречаются 28 полудница одна дряга 10 дряга воин 4 и гарпий 12 ну и тут соответственно сноска что всего 420 зарезано живых существ гуманоидов 124 животных 167 монстров 229 монстров больше всего все ясно все понятно ну и разберемся что у нас текущие задания есть вот основные да это основной сюжет все тут понятно есть охота за сокровищами то есть начинается там школа какая-то того грифона там кота вон там всем чертежей что-то медведи школа вроде как на скеле где находится на островах это все понятно ведьмачьи заказы это конкретно на монстр заказы вот они все взяты ну где я был по крайней мере где желтую доску это прочитал и кстати говоря выключенные уровни на задание они не подписаны ну не подписаны здесь уровни в оригинале я примерно помню какого уровня допустим что-то лесное чудовище это вроде как шестой что ли уровень такой низкий уровень или восьмой требует там какой-то этот типа чудовище какой-то в лесу а там эльфы оказывается сидят вот тайна деревни стежки я помню там то ли 22 то ли 20 уровень то есть приличный такой отруль не помню шестой десятый как-то так таинственные следы там тоже 25 поговорить с охотником я не поговорил видимо с ним на следы наткнулся где-то забота могильщика там что-то 12 уровень 12 уровень а вот это пропавший брат вообще 30 или 35 уровень лишь очиха это 10 кликатун тоже что-то 10 или 12 дополнительные задания тут он пошел гвинт дикое сердце ну в первую очередь выполняет свои какие-то если вопросы смотришь если именно по оригинальной игре они выполняются охота за сокровищами не имеется ввиду поиск доспехов а именно какой-то там хабар где-то спрятанный да просто ищешь сразу во вторую очередь выполняются дополнительные задания по уровню опять же чтобы не допустить того чтобы серый уровень задания стал из-за него вообще опыта не получаешь здесь в этом моде получаешь опыт за все поэтому без разницы как выполнять ну соответственно на 30 уровень я не полезу потому что прибьют вот они пошли всякие задания и там гвинт дикое сердце можно будет что-то выполнить сейчас ну и соответственно цири мы ищем в трех местах Велин Новиград Скеллиги острова ну это у нас каменным сердцам до этого я думаю пройти основной сюжет потом уже заняться всем остальным дела семейные это у нас с бароном так хозяйки леса это к ведьмам идти тоже долгие дела там костры Новиграда это у нас 10 уровень скельги 15 ну ктрис это начало квестов в Новиграде то есть приходишь туда и там уже начинаешь разбирать всякие заказы и так далее что будем делать попробуем какое-то задание выполнить ну вот например Дикое Сердце или Гвинт попробовать сыграть надо будет еще покупать карты у всех у каждого продавца смотреть карты какие-то покупаются я вот указал карты которые есть изначально комплект и некоторые карты там куплены то в начале игры там в корчме и где-то еще я купил я не помню уже где в каком-то какой-то открытой деревне здесь надо проверить так ну штепан где этот у нас штепан это вот в корчме можно сбегать посмотреть что там вопрос так а что это мужик продает приветствую покажи свои товары вон карту продает командирский бывай пойдем уродину покорный а то не бой с голоду и своей с удовольствием с удовольствием так ну 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 вы не из пор на пошла за хворостом в лес на да плак ладно ты че или это то место где этот объезжать надо будет сейчас где типа цири бегала и и КОНЕЦ БАНДИТЫ Так, что у нас там? КОНЕЦ БОДРАНОВНОНет! ИЯТЬ! КОНЕЦ 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 ЖИМЕЕ, ПУЗЁН. Живее! Бедушка! Ну давай! Базенков его, сукина сына! Кто такая, сука? Без тебя! Без тебя! Без тебя! Без тебя! Без тебя! Убьё! Чтобы брать! Остальное закопать! Сука! Ух, нож тебя убал. Пускай его! Кто такой, сука? 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 Не знаю, что тут. Кто такой, сука? А как там чудище сидит? Кто такой, сука? 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 Да. Так, ну тут в Xenfor сейчас, я уже не помню, кузнец, надо посмотреть, может какие-то карты продает, а то здесь чертежей кота. Чё орёшь? Иди, откуда пришёл. А что для вас, ваша милость? У меня тут всё. Чего желаешь? Если у меня нет этого сегодня, непременно будет завтра. Посмотрю, может, что-нибудь выберу. Так. Барахло, одним словом. Ну, если это он за шесть покупает, то кузнец-то дороже, наверное. Вот так вот. Вот так вот. Через курсис. Продолжение следует... Здесь где-то бритвы еще есть. Я бы сейчас лучше в карты сыграл. Давай, раскладывай, че там. Короче, две тактики есть. Либо давить первые два раунда, либо первый сдать, чтобы он карты выкинул. И потом давить второй. Ну, второй обычно противник пасует компьютерный, а третий добиваем. Ну и чучело важная карта, шпионов позабирать, так как у нас шпионов нету. А шпион дает две карты, если кидаем его на ту сторону. Дело плохо. О, шпион. Продолжение следует... Шпион. Продолжение следует... Никаких шпионов, это плохо. Кого мы можем воскресить-то? КОНЕЦ 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 ну вот прикол в чем у него нет карты у меня есть вот эта фигня снимают дождь и еще чучело сейчас короче грубо говоря должны выиграть все гуль, зараза наш домик в музей в торговом квартале с красной черепичной мышью так что я запамятил где тут броника, а вот он сидит есть новости из Визимы пошарился так потихоньку лучшие товары по эту сторону привет ну вот пожалуйста ведьмак думается мне будет у меня наконец интересная работа у тебя же работы хватает ах это это заказ от ридонской армии делать одно и то же хорошего мало никакой тонкости не требуется а ты значит хочешь совершенствоваться конечно ремесло оно же как бабу трахать ритм словил и все то у тебя получится только в конце никаких оваций так что есть у тебя какой особый заказ мы же говорим о доспехах покажи что у тебя есть ну конечно надо продавать мечи мечников доспехи броника но пошло на все 6 все таки можно до мечника сбегать потому что этот 6 дает скволога а подожди 684 ты чё не посмотрел на цену на 17 но нормально я думаю там особо отличаться не будет хотя на всякий случай можно сбегать проверить тут недалеко есть оружейник 84 даст ли он больше так папа картам ему ничего нет всякое барахло не хочешь сыграть в карты в гвинт к примеру а Офигеть, карточка. Мдааа, чувствую это проигрыш. Так, так как он спасал, ну блин, эти дадут 16, и то мало. Ну и карта беспонтовая. Может и сдаваться. Приветствую еще раз. Так что, подкинешь мне интересной работы? Не хочешь сыграть в карты? В гвинт, к примеру. Вот это зараза, карточки-то у него. Вот это неплохо, что он спасал, но окажут, наверное, по полной программе. В этом году, я должна прислать. Внутри скачи. Круто! Круто! вот когда лекаря юзает его воскрешает сразу первую очередь этого шпиона которого я ему минус в том что у него две карты на плюс в том что я его заберу чучело это конечно жопа и и и и и и и Тьфу... Не, по-моему, не выиграть, не знаю. Не, теперь-то точно нет. Пиздец, карта у него, конечно. Да пошел ты в жопу. Спасибо. 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 Спасибо.